Читая Шиня Верещагина Вот Ну, давайте читать Раздел 1.2 Число элементов Число элементов в конечном множестве А Называют также его мощностью И обозначают за квадратные скобочки А А также за звездочка А То есть у нас как бы для числа элементов в конечном множестве есть Ну, на самом деле, несколько вот такое, такое А я еще от себя добавлю, что еще есть кард А Кардиналити Вот В общем, кто во что гораст Кто пианист, кто педагог Все по-разному обозначают количество элементов в множестве А Вскоре мы будем говорить о мощностях и для бесконечных множеств Так что берегитесь Следующая формула позволяет найти мощность объединения нескольких множеств Если известны мощности каждого из них А также мощности всех пересечений Ну, действительно На самом деле Просто сказать, чему равна мощность множества объединений нельзя Вот история из жизни моих знакомых Есть некоторая семья Там муж и жена А при этом у жены 9 собственных детей У мужа 8 А вместе в семье 10 детей Сколько у них общих? Очень хорошая задача по теории множеств Задача прямо из реальности Вот Значит так Теорема 1 Формула включений и исключений Значит, она утверждает Что Значит Объединение двух множеств содержит столько элементов в себе Сколько каждый из них За вычетом пересечения Вот Ну, собственно Вот это в этом форме Первая часть Первая формула Это исключение и исключение для Ну, двух Она просто очевидна Вообще совершенно То есть вы каких людей Вы посчитали два раза вот здесь Тех, которые там и там Ну, так вычтите их количество И все Дальше интереснее Значит А, пересечение Б С пересечения с С Это Сколько в А Сколько в Б Сколько в С Минус Сколько в А, Б Пересечения Минус Сколько в А, С То есть попарные, да Минус Сколько в Б, С И Сюрприз Плюс еще Сколько в А, Б, С Ну, я Знаете, я тут Иногда Пересечения Просто вот так Буду обозначать Три подряд Но, что значит Это знак Пересечения Здесь стоит Вот Ну, опять В принципе Можно это себе Представить Да, вот мы Посчитали всех По одному Разу Потом подумали А кого мы посчитали По два раза Ну, вот этих Посчитали по два раза Да Вот этих Которые в этом И в этом Вот этих Так Ну, есть же еще те Которые во всех трех Сколько раз мы их считали Здесь один раз Здесь один Здесь один Здесь один Здесь один Здесь один Сократились Значит, мы их не считали В результате Ну, так добавим их Вот То есть, в принципе Пока все понятно Ну, а По индукции Можно доказать формулу такую Что Если мы возьмем Объединение любого Конечного числа Множеств То Тут надо вначале Просуммировать Я вот так напишу Сумма по и А и Ну, собственно Так же и Саша Шень Пишет в учебнике С Колей Берещагиным Значит Ну, потом Смотрим Кого мы попарно считали Да, сколько мы попарно Ну, посчитали тут А и пересечения сажи Да, в каждом пересечении Кто-то жил Возможно, жил И если они жили Да, в каждом таком пересечении Это сумма по и Меньше жить Чтобы дважды не считать Пересечения Вот То мы их всех Как бы В каждом случае посчитали То есть тех, которые В двух множествах Мы посчитали Вот, ну, так сказать Два раза здесь И нужно их Скорректировать Но насчет трех множеств Уже ситуация иная Потому что Если ровно в трех То здесь три раза посчитали И здесь три раза посчитали Как и здесь Поэтому нужно добавить Все, которые в трех живут Еще по одному разу А и А, Ж, А, К Ну и вот Дальше как бы Если вы посмотрите На тех, кто в четырех Здесь четыре раза посчитали Здесь шесть Потому что Сколько пар было Вот Здесь снова четыре И нужно посчитать один раз Мы посчитали два Значит, нужно снова их вычесть Ну и вот Суть в том Так И, Ж, К, Л Там Такие вот четырные Ну и суть в том Что каждый раз Когда вы будете считать Тех, кто Жил Ровно в Там, К В множествах Мы Вы вначале К раз посчитаете Потом Значит, тут вот К раз их посчитаете Это ЦСК по одному Сколько Ай, Ёкар Ну и Ай, Я, ДАС А, значит Вот Потом в этих парах Сколько раз Но если у вас К Каждый из них К множествах Значит, сколько пар Среди этих К множеств Как раз Вот столько Потом, значит Вы смотрите Сколько раз Вы посчитали их В тройках Столько Сколько троек Среди вот этих К множеств К которых он есть То есть столько Ну и получается Вот такая формула Ну и В общем В общем Если вы до конца Ее досуммируете Там Плюс-минус Тут будет этот самый ЦСК пока ЦСК Ой ЦСК получилось ЦСК пока Вот Локомотив пока То у вас будет Понятно Плюс-минус Единица Ну как бы Это будет Вот Это будет Значит Ну будет как раз Единица Да Потому что Если вы Перенесете Это направо У вас будет 1 минус ЦСК по 1 Опять ЦСК Локомотив по 2 Локомотив по 3 Вот А это Просто 1 Минус 1 В степени К Понимаете И все Вот у вас 0 в степени К Равно 0 Все То есть На самом деле Я ее доказал Без прибегания к индукции Без прибегания к чему бы то ни было Кроме просто подсчета Сколько раз Кого я считал То есть Нужно просто вот так Вот такую сумму посмотреть И все правильно Но тут предлагается У Александра Ханевича Еще предлагается Другое решение Через Характеристические функции Это очень Ооо Это очень круто Давайте Проведем И это доказательство Это важная формула Поэтому Вот Саша пишет Это утверждение Несложно доказать Индукцией по n Но мы проведем Другое доказательство Ну вот мы уже Одно другое доказательство Провели Фиксируем произвольное Множество u Под множествами которого Является множество a1 И так далее a n Ну то есть У нас есть Универсальная вселенная u Универс Вот И в нем Вот они все живут А1 живет как-то А2 Ну мы уже до этого Этой логикой пользовались А3 как-то живет Сосиски такие нарисованы Вот Значит Характеристической функции Множества x Лежащего в u Вот Если есть x Какой-то Произвольный x Лежащий в u Под множество Характеристической функции Называют Функцию Хи Х Ох как Которая равна Единице на элементах x И нулю на остальных элементах То есть Хи от x Равно Хи от x От Элемента А Равна Единице Если А из этого x И 0 Если А Не лежит в x Из u Дополнения А вот Операции Над множеством И множеством u Соответствуют операциям С их характеристическими функциями Понимаете То есть Вот это очень важно В частности Пересечению множеств Соответствует Произведение Характеристических функций Смотрите Хи А Пересечения С b Равно Хи А Умножить На хи b Ну Здесь записано Сразу От некоторого элемента У То есть Что значит Что Хи А Пересечения С b От u Например Равно Единице Как это проверить Возьмем любой элемент Если он лежит В пересечении То Хи От этого Элемента Будет равна Единице А когда он лежит Пересечении Ровно когда он лежит И в одном И в другом Тогда и обе Эти функции Равны Единице И произведение Тоже их Равно Единице То есть Если Х Лежит Пересечении То и слева И справа Стоит один Если же Х Не лежит Пересечении То Слева стоит Сразу 0 А справа Смотрите Если не лежит Пересечении Значит Хотя бы В одном Из них Не лежит Но тогда 0 Который будет Стоять В соответствующем Месте Добьет То что будет Оставшееся Независимо Ни от чего То есть 0 будет И там И там Вот В общем Очевидно Отлично 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 Дополнение Дополнение У доу Соответствует Функция 1 минус хи Ну В самом деле То есть Хи У Минус х Равно 1 минус Хи Х Поэлементно Ну Равенство функции Это равенство Поэлементно То есть Нужно каждый элемент Подставить Если всегда равенство Есть Значит Функция равна Но в самом деле Если Х Принадлежит Х Если У Принадлежит Ху То здесь Единица Справа 0 И это Соответствует Тому Что Принадлежит Ху Не Принадлежит Дополнению Слева Тоже 0 Если У Принадлежит Дополнению То слева Единица А справа 1 Минус 0 Потому что Ху Не Принадлежит В самом деле Сколько Элементов Х Сумма По У Из У Х Х От У Ой Х От У Вот Ну да Столько раз Сколько Устретился Элемент Столько И будет Единица И значит Это будет Такая Сумма Так Объединение Можно записать Как дополнение К пересечению Дополнений О как Объединение Вот это надо написать Без пол-литра Здесь совершенно Невозможно разобраться Я понимаю Пол-литра у нас нет Поэтому слушайте Объединение 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 1 2 Так далее А Н Вот Можно О Тут Н Кстати Большое А здесь Маленькое Я нашел Аписку Ушеня Круто Видишь Да Вот Значит Вот это Дополнение Значит Это У Минус У Минус А1 Пересеченное С У Минус А2 Вот тут Скобку Большую Тоже Так Далее Тут Пересеченное Все время С У Минус А Н Вот Такая кстати Великая формула Да Что Что значит Х принадлежит Одному из множеств Это в точности Означает Что Х Не Принадлежит Одному Хотя бы Одному Из этих Вот То есть Принадлежность Одному из этих Значит Не принадлежность Одному из этих И наоборот Если он хоть Одному из них Не принадлежит То принадлежит Здесь То есть принадлежность одному из этих, значит неверно, что он принадлежит пересечению всех дополнений И наоборот, если пересечение всех дополнений, то уж ни одному множество не принадлежит Ну а значит, если мы возьмем дополнение до пересечения всех дополнений, то это как раз получится исходное множество Ну а если множество одинаковое, то и функции характеристические будут у них одинаковые Вот, а это будет означать, что это равно, ну, дополнение, значит, 1 минус функция, а здесь пересечение Пересечение это произведение, в каждом случае 1 минус хи 1, 1 минус хи а2, 1 минус хи а n Вот, ну, то есть функция, значит, слева и функция справа должны совпадать Потому что мы справа просто записали вот эту формулу из предыдущих двух исходя Вот, ну, а теперь просто раскрываем скобки Вот, раскрываем скобки в этой формуле Будет как раз 1 минус 1, да, потому что тут вот Потом плюс сумма хи аитых Минус сумма, соответственно, хи аитых, хи ажитых Для и меньше жи Вот Ну и так далее, как раз ровно то, что надо, да, то есть со знаками минус и плюс Идут произведения вот таких вот хишек А вот, а хишки напомню, это как раз хи от пересечения и так далее А вот, ну и теперь мы, значит, просуммируя левую и правую часть по всем элементам у Так как обе это функции, это функции на у Мы получаем форму включения исключений как раз Что сумма каждой такой функции от количества элементов в соответствии множестве Вот, поэтому все доказано Ну, давайте еще вот, например, какую-нибудь такую вот Что такое хи? Значит, аи, хи ажи, хи ака Где-то тут стоит, да, со знаком плюс Значит, что мы делаем? Это то же самое, что хи, аи, пересечение с ажи, пересечение с ака, как мы видели, да? Вот, ну и, соответственно, сумма по у из у хи аи хи ажи ака Это сумма по у из у вот этого вот хи аи ажи ака То есть количество элементов аи, пересеченное с ажи, пересеченное с ака, ну и так далее А слева как раз сумма это количество элементов в этом объединении Ну вот, мы разобрали довольно сложную, в общем-то, формулу Формулу включений и исключений И вот вам упражнение Кстати, не знаю, насколько простое Я его как-то пропустил, по-моему, не делал тогда Вот упражнение с шиня, да, пятнадцатая задача Доказать Что количество элементов В симметрической разности Равно Сумме Количества элементов В самих множествах Минус дважды Количество В этих самых Пересечениях Плюс четырежды Количество в тройных Ничего себе Вот Ну тут там Значит Тут суммы естественно все достоят Два Сумма такая Сумма такая Тут тоже по i меньше g Тут по i меньше g и меньше k Минус 8 видимо сумм По i меньше g И меньше k меньше l А из А жис А ка с А л Вот Ну интересно кстати Может быть моим методом быстренько может получиться Если элемент лежит здесь Значит он лежит ровно в одном из этих множеств Ну если он лежит например Да Он лежит ровно в одном из этих множеств Но когда мы составили такую сумму Мы дважды посчитали Те Которые Значит Мы дважды Вот в этой сумме Мы дважды Посчитали Значит Тех которые лежат в пересечении Нам их вообще нельзя считать Значит Нужно отнять Их Дважды 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 отнять Но Те которые лежат в тройном пересечении Мы как бы их В общем не знаю Нет Надо думать Сходу не решишь Сходу не решишь Надо что-то другое пытаться считать Я думаю что через симметрич Так Я думаю что это надо делать Тоже через характеристические функции Каким-то образом Поняв чему равна Хи От А Вот такой значок Б Можно ли ее как-то выразить Да Я думаю что можно Это хи А На 1 минус хи Б Плюс хи Б На 1 минус хи А Вот То есть Да Хи А Он присутствует здесь Но не присутствует здесь Или присутствует здесь Но не присутствует здесь Иными словами Это Хи А плюс хи Б Минус 2 Хи А Хи Б Вот Ну да И с этим тоже там Соответственно Посмотреть чему равна Ну да Характеристическая функция Вывести После этого Аккуратно Вывести Чему она равна Для трех И так далее Я думаю что просто будет Вот соответствующая формула И все Видите Начало формулы уже видно Вот она Та же самая Вот Ну хорошо В общем И это хорошая задача Чтобы разобраться И Значит Разобраться И самому Решить Так Коэффициенты Да Последствия степени двойки Подсчет Количеств Элементов В конечных множествах Относят К комбинаторике Некоторые Начальные сведения Из комбинаторики Приведены Дальше В качестве задач Сейчас нас В первую очередь Интересует Следующий принцип Если между Двумя множествами Можно установить Заимно-однозначное Соответствие То в них Одинаковое Число элементов Взаимно-однозначность Требуется Требует Чтобы каждому Элементу Первому Взаимно-однозначность Требует Чтобы каждому Элементу Первого множества Соответствовал Ровно один Элемент второго И наоборот Ну принцип Совершенно очевидный Еще доказывать Раз Каждого студента Усадили на стул Все стулья Забиты То есть Все стулья заняты Нигде не сидит Два студента На одном стуле И никто Из студентов Не Стоит Тогда понятно Что студентов И стульев Одинаковое количество Вот несколько примеров Использования Этого принципа Ну вот дальше Вот значит Дальше тут задачи Куча задач Куча задач С 16 по 25 10 штук А ну да Тут еще введут Это значит число В 19 задаче Нужно доказать Что последовательности Нулей И единиц Длины n В которых Число единиц Равно k Вот Последовательности А тут кстати Опять описка Смотрите Докажите Что последовательности Нулей единиц Длины n В которых Число единиц Равно k Равно числу Co. алиментов Потому что n элемента умножить еще одна описка Вот так Ш bio на будет Проставляться Уже 2 На одну Это самое На одну страницу 2 ошибки Да? Нашел Вот Имеется Ну описании Докажите Что количество Последовательств Нулей единиц Равно числу к алиментам множество. Ну да, понятно, что последствия нулей единиц длины n можно интерпретировать просто как перечисление по каждому элементу n элементного множества. Принадлежит он данному k алиментному или нет? Это каждая последствия 0 единиц длины n, который ровно k единиц, садаст некоторое конкретное к алиментное подможество. И наоборот, каждое к алиментное задастся ровно таким. Поэтому это, конечно, взаимноднозначное соответствие. И вот это количество, и там, и там, называется числом сочетания из n по k. И обозначается ЦНК, Ц из НПК в русских книжках. В иностранных обычно обозначают, используется обозначение скобочки с верху Н, снизу К. Ну и дальше куча задач про Ц из НПК. Вот. Вот так. Второй параграф у нас дочитан. Ну, чтобы укрепить это знание, нужно, конечно, решать все задачи. Ну, может, некоторые из них мы потом разберём.